Умники и умницы! Сегодня в Наринмаре стартовал очный тур малых авакумовских чтений. 17 юных исследователей родного края будут публично защищать свои работы. Исследования представят студенты округа и ученики школ города Наринмара, поселков Амдерма и Харивера, сел Ома, Нижняя Пеша и Великовисочная. Победитель научно-исследовательского конкурса «Малые авакумовские чтения» будет выдвинут на соискание премии президента России по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного проекта «Образование» в 2016 году. Молодой краевед Майя Семяшкина в 11-х авакумовских чтениях принимает участие с особым рвением. Девятиклассница из Нижней Пеши не новичок в подобных мероприятиях и каждый раз спешит удивить своими знаниями о родном крае. В прошлом году юный исследователь довольно успешно выступила на конкурсе работы имени Перерки. В этом году решила представить доработанный доклад по теме смолокуренное производство в своем муниципалитете. Девушка, работая с архивами, выяснила, что в 30-60-е годы 20-го века на территории Пешского сельсовета производилась смола. Было решено выяснить причине возникновения смолокуренного производства, исследовать этот период в истории Пешского сельсовета и проследить за историей становления и развития смолокуренного производства на территории Малой Родины. В 1944 году по приказам Архангельского областного отдела местной промышленности следовало немедленно организовать сеть сельпромкомбинатов по району в соответствии с тепловым положением на них. Кроме смолы и смолеводейских педаров следовало шить лодки грузоподъемностью половина тонны каждая. Готовить доклад и проводить анализ собранной информации в мае помогали сразу два научных руководителя Наталья Зейдина и Виктория Семяшкина, с которыми ученица уже второй год работает над изучением производства на территории Пешского сельсовета. И по словам Виктории Семяшкиной, работать над этой темой было очень увлекательно. Съездили и увидели, действительно, там есть и бочки сохранились, и желоб деревянный сохранился, и сохранились вот эти бревна, которые сгнили, окладные бревна, сооружения, ну, сооружения не скажу, а избушек, сараев, которые здесь стояли. И стали интересоваться у людей, которые жили в этот период, почему же здесь было организовано смоляное производство, с чем оно было связано. И оказалось очень интересно, оказывается, не только смоляное производство, а на территории Калибки было организовано вообще промышленное предприятие. Идея проведения вакуумистских чтений возникла еще в конце 80-х годов прошлого века, в ходе первой Пустозерской конференции. Тогда же на круглом столе было принято решение организовать Музей истории и культуры Пустозерска. На этот раз чтения были посвящены 25-й годовщине основания музея-заповедника. Работы участников представлены в четырех блоках – естественно-научные и гуманитарные исследования, экскурсионные разработки и информационные технологии. Презентации юных краеведов продлятся в течение двух дней. Итоги подведут 30 марта. Абсолютный победитель конкурса будет выдвинут на соискание премии президента России по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного проекта образования. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...